Бюкзак Привет, друзья, привет, вокзал Я с вами снова весел, пьян и молод Вагон везет, душа поет И мы с душой смеялись, ели пили И в ту же ночь надули плод Из бодона по речке вниз поплыли Ах, плод, мой плод, ползет, а не плывет На протяжении двух недель Ах, плод, мой друг, тяжелый, как утюг Прошу тебе, не сядь нами С утра гребем в шестнадцать рук Мозоли на ладони, словно раны Но, несмотря на наш поток Нас делают на раз катамараны Ах, плод, мой плод, ползет, а не плывет На протяжении двух недель Ах, плод, мой друг, тяжелый, как утюг Прошу тебе, не сядь нами Который день, в который раз Утюжим перекаты и пороги И кажется, что после нас Пороги стали более пологи Ах, плод, мой плод, ползет, а не плывет На протяжении двух недель Ах, плод, мой друг, тяжелый, как утюг Прошу тебе, не сядь нами Но камень свой нашел мой плод Но пропорол от уха и до уха Ловить свой скарб средь бурных вод Вот это доложу вам веселуха А плод, мой плод, как толстый бегемот Лежит на берегу реки И у костра мы сохнем до утра И главное не сжечь носки Всему всегда придет конец Наша купея завершилась Мы будем долго помнить плод И ту молитву, что у нас сложилась Ах, плод, наш плод, надежий я плод На протяжении двух недель Ах, плод, наш друг, тяжелый, как утюг Пожалуйста, не сядь на мель Прошу тебя, не сядь на мель Продолжим летнюю тему Сосны до сопки до летнего Бабушкин летний край Хочешь черникой набей свой рот Или грибы собирай Круглое озеро там внизу Солнце, как масло в нем Ох, не уняк, а марины зуб Ну-ка давай нырнем Ну-ка давай нырнем С камушка до троем Челы до усы до летний зной Рыжие косы в руке шальной Комары до мушки звенят сильней Запах морожки я помню всех светлые дни Голод с утра прогоняет сон Тут уж не полежишь Бьет рукомойник, а медный звон В дребезги с сада тишь Я, как вчера, помню стол в саду Из струганой сосны А на столе, я с ума сойду Бабушкины блины Бабушкины блины С медом да с молоком То-эй Челы до усы до летний зной Рыжие косы в руке шальной Комары до мушки звенят сильней Верное детство со мной всегда, Как календарь, не листай. Кажется, кажется, иногда Взрослым я так и не стал. Хочется в озеро сигануть, Яблок девчонкам нарвать. С горки на велике так рвануть, Чтоб ветер обогнать. Чтоб ветер обогнать, Знать ничего не знать. Пчелы да усы да летний зной, Рыжие косы в руке шальной, Комары да мошки звенят сильней, Запах морожки я помню с тех светлых дней. Я помню с тех светлых дней, Я помню с тех светлых дней. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Эрика Старшев. Спасибо огромное, Эрик. И на сцену мы приглашаем Елену Попову. Встречай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, я продолжу тему Великой Отечественной войны. Сегодня эта тема, я считаю, что особенно звучала как-то торжественно, возвышенно. И как-то сегодня такой особый настрой. Тем более и телевизионные передачи мы смотрели, и ходили на митинги. А у меня есть свое посвящение ветеранам Великой Отечественной войны. Вальс о вальсе. Я спою акапельно, потому что как-то не удалось гитару ни с кем, так сказать, поймать. Мы сейчас репетировали, поэтому-то извините, пожалуйста. Но спою акапельно. Вальс подплывает неслышно, Падает, кружится лист. Юности нашей давнишней Песню ведет гармонист. Шквалом слова набегают, Как за волною волна. Каждый свое вспоминает, А на висках седина. По-прошлому, по-прошлому Скучаем неспроста. Скучаем по-хорошему, Вальс светел, как мечта. Вальс юный вспоминали мы В лесу при фронтовом. С Танюшами и Галями Мы вам сейчас споем. Вальс нам еще в колыбели, Мамины пели устал. Вальс в военной шинели С нами бродить не устал. Вальс не забудут и внуки, В Торе ему внесом. Что за волшебные звуки Осень и сказочный сон. По-прошлому, по-прошлому Скучаем неспроста. Скучаем по-хорошему, Вальс светел, как мечта. Вальс юный вспоминали мы В лесу при фронтовом. С Танюшами и Галями Мы вам сейчас споем. Вальс подплывает неслышно. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этот вальс, знаете, Я не только посвятила ветеранам, Я вот сидела среди ветеранов. Это было в зале Глазунова В консерватории. И вот как-то вот они Настолько были все вот седые головы. И вот такой какой-то вот был вот у них Такой общий какой-то настрой. Я прямо там вот сидя написала Мелодии слова. Как-то даже ничего не исправляла. Так получилось. Спасибо вам большое. И вы знаете, вот хотелось бы Какое-то сделать посвящение. Я еще вот пишу Так называемые стихи для детей. Потому что детские нельзя назвать. Но вот о наших детях и внуках. Уже у кого-то есть внуки. Вот они получаются такие Как бы взятые из жизни Какие-то такие картинки. Картинками. Вот называется «Юные леди». Из наблюдения. «Юные леди Сидели в портере. Музыку слушали Юные леди. Были достойны девичьи манеры. Были похожи они На миледи. Флейта пленительно Пела в экстазе. Нежно и страстно Пиликали скрипки. Юные леди Светились улыбкой. И изучали Мобильника вазу. АПЛОДИСМЕНТЫ В косы вплетя серпантинные ленты Кукол достали Под аплодисменты. Вдруг Зашушали Оберткой конфетной. Стали Зачем-то Растягивать Кофту. Дрались Барсеткой И маленьким Кофром. Снова Уселись Степенно Эффектно. Что-то Друг другу Шептали На ушко. И Разговор Состоялся Отличный. Очень Довольными Были Подружки. Так отдохнули Легко И прилично. Я попрошу Не судите Их Строго. А улыбнитесь Приветливым Сердцем. Шесть Его лет Было Каждой Отроду. Были Впервые Они На концерте. Спасибо. Спасибо большое, Елена Попова. А на сцену мы приглашаем Сергея Семенникова. Встречаем. Встречаем Очки 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 Слуховой Здесь Все в порядке. Готов. Готов. Готов, да. Приятного Готов. Встречаем Готов. Встречаем Готов. Зал, вижу, плохо без... Опа, сваливается еще чуть-чуть. Давайте с начала песни. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, как пахнет липо и сирень, в цвету я от глаз твоих красивых взгляд не отведу. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Знай, такой, как ты, красивый, нет наверняка. Что навеки покорило сердце моряка. По морям и океанам мне пришлось пройти. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот уже рассвет, площадь, звездочки в пруду. Ничего не изменилось в городском саду. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вы знаете, ну, это мнение чисто моё, я его никому не... Навязываю, да. Я этот праздник не справляю уже два года. С тех пор, как умер мой отец. Потому что для меня нет праздника победы. Я никого не побеждал. Побеждали мой отец и мой дед, который на этой войне погиб. И для меня это день памяти. День памяти где-то может быть и светлый, где-то может быть и грустный. Но именно день памяти о тех, кто нас где-то спас. С таким успехом я бы мог отмечать праздник Куликовской битвы или Полтавы. А здесь именно люди, которых, в общем-то, они были, они в голове у меня. Отец умер в возрасте 86 лет, пройдя до Будапешта в танке. И, конечно, каждый год ради него мы собирались. Он одевал свой китель, который весил килограмм сто. И мы гордились безумно, рассматривали эти его медальки, ордена. И знали, что идет нас такой герой. Их не стало и праздник не стало. Но память о них, она будет обязательно. И то, что мы сейчас вот поем, то, что мы вспоминаем, это такой поминальный день. Это скорее день, потому что я не очень понимаю, почему война называлась отечественной. Для меня она всегда мировая. И просто мы, ну, как один из главных участников и победителей, да. Один из, что бы мы делали без Америки, там, без помощи их. И я вот сейчас хотел бы вспомнить пару песен Высоцкого. Потому что этот человек, он сам сын военного фронтовика. И он как-то удивительно это почувствовал вот своим поэтическим и артистическим даром. И, в общем, мне кажется, что его цикл военных песен, он, наверное, лучший. Ну, если не считать Акуджаву, который был. Ну, Акуджава старался про эту войну мало говорить. А вот Высоцкий делал из нее такую память. Вот сейчас я пару песен спою, и потом у нас будет сюрприз. Мне этот бой не забыть нипочем, Смертью пропитанный воздух. А с небосклона, бесшумным дождем, Падали звезды. Вот снова упала, и я загадал Выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал С глупой звездою. Нам говорили, нужна высота И не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда К вам на погоны. Я уж и решил, миновала беда И удалось отвертеться. Но с неба скатилась Шальная звезда Прямо под сердцем. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, Хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда С желтой звездою. Если б не насмерть, ходил бы тогда Тоже к герою. Я бы звезду эту сыну отдал Просто на память. В небе висит, да горает звезда Некуда падать. В небе висит, да горает звезда Некуда падать. Ну и вот эта песня, у меня очень забавная была жизнь с папой. Он примерно половину времени жизни Высоцкого его терпеть не мог. Он говорит, это шпана, это хулиганщина, это мат, разврат. И вдруг с какого-то момента, ну где-то лет, наверное, 60, он вдруг въехал. Ну, въехал как? Я пришел домой с гитарой. Было 9 мая, собрались какие-то однополчане. Ну и что-то там ля-ля-ля. И он говорит, ну что ты гитару-то принёшь? Давай. Я запел этот цикл. Вы не поверите, вот все, кто был за столом, все плакали. И отец с этой секунды стал собирать всё Высоцкого. Все записи, я ему приносил кассету, он купил магнитофон. Он всё время постоянно это слушал всё. И говорит, я был дурак, а он такой у меня молодец. Он голосовал всю жизнь за яблоко. Никогда в жизни ни за кого другого. То есть ему нравился Явленский, он был прогрессивный человек. Вот он, видите, как мог перестраиваться. Вот это его любимая песня была. Я даже понимаю, почему. Потому что она такая, ну совсем фронтовая. А он же прослужил полвойны в пехоте. Потом был полгода снайпером. Вот последние полтора года был в танке. О чём будет следующая песня-сюрприз. Ну поехали. Почему всё не так? Вроде всё как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, Когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, Когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалось, словно из плена весна, По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, Нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только, кажется мне, Это я не вернулся из боя. Все теперь одному. Только, кажется мне, Это я не вернулся из боя. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе слово, которое меня сейчас спросили в коридоре, что такое каркас, помните, да, поднимут на руки каркас. Это такая была специальная медицинская носилка для обожженных, потому что основное ранение в танке это ожог, сильный ожог. И это такие носилки с такими предохранителями, чтобы человека когда не несли, где-то не зацепили. АПЛОДИСМЕНТЫ На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, АПЛОДИСМЕНТЫ КОМАНДИР 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 Не узнает, какой танкиста был конец И молодая не узнает, какой танкиста был конец И будет карточка пылиться На полке пожелтейших книг на едной форме При погонах, а ей он больше не жених Субтитры создавал DimaTorzok